приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты и наша рубрика блиц блиц мы с вами собрались сегодня снова в моем доме мы дома для тех кто еще не видел мы вернулись мы в украине мы с анютой приехали вот она кстати легка на помине прям легка на помине привет цыпленок нагулялась как там на улице жарко анюта иди в собаку убирай бытовые нюансы так вот но никак наш семейный быт не отменяет рубрику блиц блиц возможно таро отвечаю на ваши вопросы тем более вопросов скопилось да поехали и так доброго дня татьяна володина спрашивать 17 минут назад наташа терминова девица шмыгаля и знак восклицания аня кто такой шмыгаль она набери слушайте мне должно быть стыдно да кто такой шмыгаль я немножко далека от политиков я же говорю их ну когда нужно я их смотрю там а когда не нужно держусь от денис анатольевич мыгаль а что с ним случилось не должно быть стыдно да я премьера не знаю слушайте ну я не знаю премьера зачем он не не знала не но я слышу что знакомо что-то так шмыгаля хорошо что что с ним шмыгаль какие там новости последние по нему вот он говорит что на мальч 35 сотки шмагай прогнозово падение ввп последние новости тут пройти к этому так ладно смотрим шмыгаля хорошо я сейчас у тебя найду на это шмыгаль вот он в отечках да в отечках денис анатольевич мыгаль правильного шмыгаль украинский государственный политический деятель инженер-экономист премьер-министр украины 4 марта боже человек больше двух лет премьер-министр и дорогие мои понимаете когда ты стоишь на пути жрицы тебе никогда наблюдать за премьер-министрами ну хорошо хорошо кандидат экономических наук а у нас экономист так хорошо вице-премьером у нас был а не ну так я помню его помню так смотрим хорошо какой вопрос по нему то я так и не поняла вопрос какой что нас интересует по шмагали слушайте мне тут столько дел дома что я немножко отошла от новостей знаете как приехала тут накопилось накопилось не до шмыгаля так ну что шмыгаль денис денис шмыгаль давайте посмотрим окей денис шмыгаль что с ним сейчас происходит денис шмыгаль ну вот фотография хорошая где давайте пусть глазки не посмотрит о вот здесь прикольно такой мутноватый я хочу сказать шумыгаль этот мутноватый парень ну давай кто ты шмыгаль кто ты такой первая карта маг человек обладающий всеми возможностями и инструментами разбитое сердце что такое удар какой-то получает ли наносит и суд но вот смотрите на сегодня человек обладающий максимальными инструментами возможностями который получит удар либо наносит удар да и будет осужден этот удар будет вскрыт все узнают по суду все узнают огласят да а его вине провинности проступки или о том что ему был нанесен будет нанесен удар либо он нанес удар ну в общем что то такое что то с ним происходит понятно какая-то проблема с этим шумыгалем он живой покушение на него было напишите в шашу а вы не напишите что там с ним случилось на сейчас шмыгаль это маг судьба которого связано с каким-то ударом он ударствует и о нем будет широко известно и он будет как бы осужден да как бы будет ему вынесен приговор и либо осуждение вот шмыгаль хорошо что ну давайте так сделаем большой расклад на 20 карта давайте шмыгаль 1 2 3 4 5 6 7 а не поищи новости с этим шмыгалем новая или новости что там случилось то с ним 1 2 3 4 5 6 с ним какая-то неприятность 7 1 2 3 4 5 6 7 ну окей что у нас получается значит что сейчас ним происходит сейчас сейчас карты как вы любите просите да ваш жезловый двойка мечей четверка кубков в какой-то заграничной дороге у него нерешенные проблемы и отказывается он от чего-то не может решить проблему и отказывается от чего-то что-то ему не нравится вероятно в какой-то дороге но по же сам судят это он куда-то поехал до заграничная какой-то либо от какого-то заграничного посла он не принимает какие-то услуги что-то не принимает отказывается чего тоже как вариант что в его доме происходит его доме в его доме перевернулись его союзники его самоуверенность карты ну вот так быть да вот были вот так вот там были карты он потеряет своем доме он потеряет поддержку союзника от кубкового рыцаря знаете от человека который приносил хорошие новости он потеряет от него поддержку и свое это вот крепко крепко стоит стоять стояние на ногах по девятке кубков да когда человек уверен себе это уверенность себе собственном доме он теряет и теряет союзников так что что с ним сейчас что в его доме что он найди новости про него что там с ним случилось что уволить собирались ну может быть ну прям и может его даже и уволят потому что что он удар ударствует такие хорошо так что он ожидает 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 что он ожидает ожидает он что благодаря его работе усилятся его позиции и но не понимает что он имеет какие-то препятствия на своем пути то есть он благодаря своей работе хочет усилить свои позиции вот в ожидании усиления своих позиций но понимает что препятствий много стоит на его пути что он на что он надеется надеется его надежды 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 у него на то что он сможет отстоять в своей работе опять же свои интересы но на что что ожидает тобой надеется и надеется на союзника на то что ему помогут в своей работе отстоит свои интересы и на то, что ему помогут по влюбленным какие-то союзники помощники, но это его надежды что неожиданно с ним произойдет неожиданно 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 король кубковый изменения и справедливость, смотрите колесо фортуны неожиданно от кубкового короля он получит изменения отношения по справедливости Аня говорит, увольнение это фейк вы знаете, может быть не фейком вполне, потому что как бы по справедливости будет к нему поменяется отношение да, вот и смотрите, все к тому падает и суд ему падает с разбитым сердцем, что-то такое накосячил шмыгаль, накосячил где-то он накосячил, мои хорошие и будет за это он осужден то есть изменится к нему отношение кубкового короля ну как думаете, кто кубковый король у нас? я думаю, это Зеленский если этот премьер-министр то отношение Зеленского к нему поменяется и по справедливости в худшую сторону возможно, там даже будет стоять вопрос об отставке вполне возможно потому что, смотрите, ближайшее будущее мы смотрим его ближайшее будущее, мои хорошие это пятерка кубка Пентакли это перевернутый у нас стоузы мечей и мир карта окончания я думаю, что его деятельность может закончиться и в ближайшем будущем и он может закончить свою политическую деятельность и понести какие-то потери в отставку пойдет, вероятно Шумгали либо получит какие-то потери на своей политической в своей политической карьере вот что он накосячил накосячил сейчас посмотрим был ли он виноват вообще-то так, в дальнейшем будущем это в дальнейшем будущем смотрите, что у нас получается очень хорошие карты в дальнейшем будущем все перевернулись на самом деле хорошие карты смотрите девятка Пентакли четверка Жезлов и умеренный в нормальном состоянии я бы сказала что в собственной стране в собственном доме он будет в изобилии в благополучии и достаточно долгое время да очень хорошие карты но все до единой перевернулись у него в жизни я думаю, знаете о чем это? вот это из-за его какой-то ошибки его косяка его возможное будущее благополучное перевернется да и скажем так он совершил какую-то ошибку видимо в своей карьере и потерпит скажем так будет иметь неприятности будет иметь неприятности его возможное возможное благополучие в собственной стране и умеренность да перевернется ну хорошо давайте посмотрим виноват ли этот шмыгаль перед украиной есть ли его вина перед украиной виноват ли шмыгаль ой слушай это вообще шмыгаль ну надо же быть как-то аккуратнее военное время что ж ты косячишь понимаешь что подставляют украину сейчас нельзя косячить политикам сейчас нужно быть настолько прозрачными четкими понятными если уж ты занимаешь такую должность ну не знаю что он там вытворил сейчас я буду искать мне интересно так виноват ли шмыгаль действительно перед украиной совершает ли он какое-то преступление умеренность двойка пентаклей ну не я а шестерка смотрите точно он какой-то дороги и меч 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 туз мечей так сейчас достанем финальную карту виноват ли он и опять справедливость ну смотрите что тут скажешь по этим картам явно не виноват перед украиной он ну чтобы явно он был виноват нет у него первая карта умеренность двойка пентаклей то есть человек скорее принял какое-то решение да принимал решение по умеренности без злого умысла по умеренности без злого умысла а дороги дороги дорога какая-то по тузу мечи для принятия какого-то решения может быть договора переговоров что-то такое да по справедливости то есть на своей на своей работе это как бы ну командировка получается да какая-то нет тут его вины нет перед украиной явно вины его нет перед украиной нет если его вина какая-то должностная нарушил ли он какие-то должностные свои обязанности вот так скажем девятка пентаклей паш жезловый жрица и десятка мечей шут ну накосячил да как для своей должности накосячил однозначно смотрите ну шут и удар десятка мечей смотрите по глупости да по глупости по необдуманности нанес удар нанес удар и у нас разбитое сердце было он нанес удар какой-то по глупости связанный смотрите опять заграницей видать заграничными какими-то партнерами ну жезлы у нас по жезловой это все что касается каких-то заграничных послов и жрица и девятка пентаклей здесь какая-то тайна связанная с благополучием финансовым какая-то тайна может быть тайные переговоры связанные с благополучием с деньгами связанные с большими деньгами сейчас я новости посмотрю где-то что-то такое с деньгами связано не взятку не на взятки попался дьявола нет слушайте ну его вины нет прямой здесь он просто дурак он дурак и совершил скажем так какую-то реальную ошибку который наносит удар как должностное лицо он совершил ошибку однозначно против украины как такового преступления я не вижу будет ли он наказан за свою ошибку опять у нас король кубковый король кубковый будет решать смотрите опять то же самое король кубковый колесо фортуны и смотрите двойка двойка мечей король кубковый поменяет свое отношение к нему будет видите будет принимать решение острое решение будет принимать серьезное относительно страны и будет об этом объявлено ну может быть его конечно и может быть его тут и помилуют вы знаете так сказать потому что у нас смотрите четверка четверка жезлов и туз либо будет знаете объявлено либо будет объявлено о каком-то решении президента скажем так он будет принимать решение относительно этого шмыгаля будет принимать решение ну то что он выгребит это однозначно может лишиться своей карьеры легко а выгребит это да ну тут знаете как тут как 50 на 50 судьба его решается потому что вот все к тому что он может знать не сейчас может быть в результате своей ошибки а туда в дальнейшем вот в дальнейшем а это зачтется как говорится да а ты еще и это делал вот знаете как вспомнится по шмыгалю ну давайте так является вы же любите тему про зраду является ли шмыгаль зрадником украины зрадником является ли шмыгаль ты зрадник ну-ка расскажи мне зрада есть ли зрада так король жезловый ну он вероятно рыцарь мечевой четверка пентаклей мир да нет зрадником не является и двойка пентаклей зрадником нет он не является зрадником но тут скорее он знаете как бы за свои интересы за свои интересы держится крепко видимо больше не за интересы украины за свои интересы видимо он держится маленько поэтому видите благополучно история его может закончиться и сейчас она по двойке пентаклей на весах знаете решается его судьба на весах предателем не является слишком держится за свои интересы за свои пентакли вот такая история ну предатель нет зрады тут нет смотрите тут у нас ту жезлов и все в монетах как это называется это называется знаете как не выдержал испытания деньгами не выдержал испытания деньгами доступом возможностью получить какие-то ресурсы это просто не выдержал да но зрадный камни является как таковым деньги любят власть любят и даже не то что власть деньги и все что приносят деньги да накосячил из-за этого будет иметь неприятности ну такое что-то я найду что там случилось с ним и сделаю отдельный расклад чтобы понимать потому что когда ты не понимаешь к чему привязывать то несколько сложно так Наташенька я поддерживаю каждое ваше слово ага это про Россию окей Наталья Тимофеева Наташа рада вас видеть и слышать можно ли с вами пообщаться лично спасибо да конечно можно я вам напишу свой вайбер пожалуйста обращайтесь можете ли посмотреть славянск роматорск но вы знаете что я не была поэтому не могу посмотреть можно конечно посмотреть на с картинки с фото но я не даю никаких гарантий что сработает ну славянск ну давайте попробуем может быть хоть что-то давайте славянск что-то одно так славянск опять же мы сейчас посмотрим славянск это будет ну учебный да скажем такой ну я не знаю насколько для вас это подходит да вот пробный такой расклад что будет со славянском военном отношении окей славянск сейчас пойдем картиночки посмотрим славянск ой ой тут а тут уже все разбито господи готовится к захвату славянск да славянск что будет со славянск что будет со славянском военном отношении славянск славянск жрица кубков тройка кубков девятка мечей девятка жезлов будет защищаться славянск спокойно десятками чей получит удар иллюзии какие-то вы знаете мне к сожалению славянск немножко нечем порадовать смотрите смотрите что у нас получается славянск жрица туз кубков тройка кубков много страха за этот город и борьба видите борьба за него спасение переворачивается его будут этот город как бы спасать но я думаю не получится понимаете я думаю не получится спасение этого города у нас смотрите итоговая иллюзия и десятка мечей вероятно славянск попадет под удар под большой удар и мы испытываем какие-то иллюзии относительно будущего этого города что будет с ним что в итоге с ним случится в итоге будут изменения произойдут изменения я не вижу пока чтобы он был с Украины знаете как его как сохранят его как сохранят город то есть не уничтожат полностью не уничтожат не сотрудствуют со земли его как сохранят но там будет от от жезлового короля царить вранье еще какое-то время что видимо под оккупацией будут туда даже какие-то финансы приходить будет меняться его возможно статус какой-то потому что у нас суд будет меняться его статус начнут его даже отстраивать похоже славянск разбитое сердце мои хорошие откат знаете что я не очень вижу чтобы славянск ближайшее время было скажем так благополучно все там какая-то история нехорошая славянск я думаю мы можем потерять славянск и можем потерять его на какое-то время да будет ли славянск с украиной важный я что хочу сказать славянск кто славянске все-таки не хочет оказаться под оккупацией на долгое время быстренько быстренько собрали свои вещички любыми путями насколько как только можно эвакуироваться из города не хочу ничего накаркать не хочу то есть поймите меня правильно это только карты это только таро но я рекомендую эвакуироваться из славянска всем кто хочет остаться в украине я думаю там будет неприятная история причем она будет связана и с каким-то еще и обманом я не вижу чтобы славянск был с украиной в ближайшее время к сожалению там будет удар и разрушение наших планов славянск мне не нравятся карты на этот город но опять же я не была в славянске я посмотрела только через фотографии поэтому это экспериментальный расклад экспериментальный поэтому без паники но мне жаль славянск нужно будет посмотреть еще раз спокойненько да вы правы задолбала уже все посмотрите пожалуйста на таро будет ли бунт внутри страны ракеты летят работы нет и так далее ага Нина написала Нина вы серьезно считаете что во время войны возможен какой-то бунт это Нина имеет ввиду Украину потому что я у нее тут спросила будет внутри какой страны она пишет внутри Украины бунт внутри Украины во время военного положения хорошо давайте посмотрим будет ли в Украине бунт внутри страны бунт то знаете мне кажется разумным людям не до бунтов а решать решать проблему агрессии освобождать свою страну а уж бунтовать будем по мирному как говорится да ну давайте посмотрим вопрос поступил мы посмотрим я попробую знаете так нейтрально к этому подойти будет ли в Украине бунт влюбленный суд шестерка жезл семерка жезл и десятка центаклей я бы не сказала что бунт это не будет это не бунт это отстаивание своих интересов смотрите люди в Украине все-таки по карте влюбленные то есть являются народ Украины является союзником своей страны да по карте суд да они могут осудить говорить да обсуждать громко выносить какие-то свои решения по семерке жезлов отстаивать свои интересы да но это не бунт это решение проблем своей страны и у нас шестерка жезлов это победа отстаивание своих интересов и с победой и десятка пентаклей это вознаграждение за усилие это не бунт это скажем знаете что это когда народ добивается своих целей и получает вознаграждение за свои усилия за то что они смогли и морально победить да и физически победить отстаивание своих интересов интересов страны и результат здесь победа суд влюбленный десятка пентаклей однозначный ну это не бунт я понимаю о чем вы Нина хотели меня спросить вероятно о каком-то военном перевороте наверное или что-то такое военного переворота не будет будет отстаивание интересов страны под карты влюбленные для этой страны которая закончится десяткой пентаклей и победой ну вот так это победа так про кузнечика много комментариев я теперь за славянцев переживаю понимаете вот не берусь я смотреть города в которых не была и правильно делаю теперь я не знаю мне не нравится карта славянска не нравится я теперь буду волноваться я вам сказала и это непроверенная информация предупреждает Полтава тоже не спала сирены гудят слушайте это ужас просто это ужас они задолбали всю Украину лупят по всей Украине суки такие когда заткнутся уже здравствуйте Наталья посмотрите пожалуйста после войны какое наказание кармическое и правовое понесут так называемые ополченцы Донбасса и сколько их живых вообще останется и как правительство Украины будет выявлять среди населения ярых фанатов России от нормальных людей например в послевоенном Донецке ну для начала вы должны понять будет ли послевоенный Донецк в Украине потому что у меня есть сомнения например по поводу ДНР я знаю что все территории так или иначе которые были на 24 февраля все вернутся дело времени насчет Донецка не знаю он у меня всегда темный выпадает я не была там мне сложно а вот по поводу ополченцев Донбасса хорошо какая будет судьба ополченцев так называемых ополченцев Донбасса бойцов ДНР давайте это на людей это можно бойцы ДНР какая будет у них участь после войны ну даже будет видна победа осуждение что они выгребут в итоге ну что здесь получат они после войны свое вознаграждение денежное отвернутся от многих по двойке кубков перевернут отвернутся от них люди союзники от них отвернутся будут они жить под луной в непонимании завтрашнего дня что их ждет завтра и жить в страхе по девятке мечей жить в страхе в депрессии неуверенности в завтрашнем дне получат они свои 30 серебряников ДНР получите конечно только потом жить вы как с ними сможете я не знаю но печальные карты казни пока не вижу пока не вижу казни пока я вижу 30 серебряников и страх и неуверенность в завтрашнем дне отворачиваются от них люди отворачиваются от них их родные люди все благополучие их жизни переворачивается казни пока не вижу нет ну вот вот королева мечевая со временем со временем будут наказаны будут наказаны по закону но это со временем сразу нет в скором времени не получится я думаю но в дальнейшем да по закону будут осуждены по закону то есть дама мечевая то есть это будет какой-то принят закон и будет им всем по их вине вынесен приговор но до этого будут они жить со своими серебряниками в страхе под луной непонимание что будет завтра и в постоянном знаете в таком состоянии неопределенности да и когда даже родные будут отворачиваться когда родные друзья будут союзники да и как бы мир от тебя отвернулся тебя назвали гомном вот так ну по сути так наказание будет но не не сразу оно причем не кармическое оно будет физическое оно будет по закону наказание самое что ни на есть приговор будет вынесен но как бы там в отложенном времени я бы сказала чуть что-то первое как бы первый результат будет получение скажем дохода какого-то наташенька с приездом Ирина Мороз пишет вы научились считать таро сами да да Ира я научилась считать таро сама ну что значит сама ну как сама книги книги ютуб различные сайты и потом постепенно с опытом уже почувствовала карты просто почувствовала о чем они мне говорят оно как бы пришло ты начинаешь видеть историю как вот историю читаешь как книгу ну по сути сама я думаю это не сама я думаю это какое-то божественное проведение но если вы интересуетесь был ли у меня учитель нет учителя не было как такового учителя нет ну я же рассказывала что были тарологи которых я смотрела и все а так так папе масса комплиментов спасибо конечно ну вообще-то я хочу сказать что самый сложный период выращивания бролеров это первый месяц когда они маленькие и могут резко начинать сдыхать это этот самый сложный период как раз с ними просидела мама а уже период наращивания мясца это уже папа поэтому тут мамина заслуга даже не стоит ее преуменьшать она процентов на 70 но папа конечно да молодец он молодец он взял на себя очень много работы для того чтобы мы с Анютой смогли съездить правда но вообще мамуля мамуля у нас двигатель прогресса я хочу сказать поэтому не зря она получает свои плюшки и кузнечика наташа я все я все видео ваши люблю но сегодня это что-то история про кузнечика под разделку бролеров окончательно мне улучшило настроение пишет Валентина Каплуновская я очень довольна что вы с хорошим настроением пусть у вас все будет хорошо Валечка все будет хорошо обязательно я вам этого искренне желаю вот давайте вот так вот Валентина Каплуновская будет ли у Валентины Каплуновской все хорошо в жизни вот наладится ли у нее все в жизни вот давайте вот смотрите карта победа Валентина Каплуновская лично для вас мини расклад посмотрите Вас ждет победа У вас всю жизнь наладится обязательно Считайте, я вам сделала установку Да будет так Мои карты не прут Валя, вы обречены на успех Все Так Ой, мы с вами 40 минут разговариваем Это видите, у нас несколько раскладов Заняло много времени Ну хорошо, давайте тогда еще какой-то вопрос один И заканчиваем Наташенька, голубой Басков Голубой Басков, знаете, прозвучала как голубой щенок Голубой Басков сказал Что украинцев не считает за людей Как-то может посмотрим на него Может посмотрим Посмотрим Просто я думаю, что этот Басков уже никому не интересен В принципе Сами же сказали Голубой Ну То есть я ничего не Ну как бы Я не толерантна Ко всем цветам Да Но Понимаете о чем Я Да, в данном случае Пидорас Извините Не потому что он голубой А потому что он Вот тот самый Понимаете Потому что он Басков Потому что он Скотина Вот почему Да Потому что он моральный Тот самый Голубой Басков Вот в чем проблема А какой там у него цвет Это вопрос 25 Конечно Ну не знаю Давайте так Если мне человек 15 Хотя бы напишет Баскова Посмотрим Да Давайте посмотрим Баскова То я Сделаем расклад на него Хорошо Сделаем Просто я думаю В этот Басков Ну вообще Знаете Вообще уже никому 300 лет не нужен Ну Хорошо Я пойду Скажем за вашими пожеланиями Давайте Хорошо 15 человек Заинтересованы В раскладе На Баскова Делаем расклад Ужасное зрелище Не нужно такое показывать Пишет Наташа Канонихина Я так понимаю А вот Про мясо Я спрашиваю Что ужасного Куча мяса Это не для видео Мне просто плохо стало Не дай Бог приснится Папа с мамой трудяги Я это поняла Но такая расфасовка Не для большой аудитории Наташа Канонихина Я поняла Что вы человек чувствительный Ну Наташа А вы никогда не разделывали курей? Ну Вы наверное вегетарианка Да Ну наверное мне нужно было Предупредить в начале видео Да Что Людям Вегетарианцам Не смотреть Да Но вообще-то Там нет Сцен насилия Никаких Никто же курей при вас Не убивал Не резал Вы Кулинарные какие-то Видео тоже не смотрите Там у тебя мясо Разделывают Ну я думаю Ваши претензии Не совсем обоснованы Ко мне Если честно Вот Не думаю Что у вас могут быть Ко мне претензии Вы могли Вот как только Увидеть Первую минуту Выключить И не мучиться Поэтому Поэтому Не знаю Если я затронула Ваши чувства Извините меня Но у меня не было Таких целей Кого-то затронуть Знаешь Когда ты живешь И для тебя это норма Ты просто не думаешь О том Что кого-то Это может затронуть Поэтому давайте Вы будете сами Тогда свои чувства Защищать И не смотреть Те картины Которые вы Не можете Вот я не люблю Смотреть фильмы ужасов Я тяжело воспринимаю И я их не смотрю Вот и вы Увидели Что там нарисовано Куча Мяса Ну и все И сразу Выключайте Просто Ничего снится не будет Ну мне жаль Что Вам было неприятно Мне правда жаль Ну Мы едим мясо У меня собаки Мои собаки Тоже едят мясо Ну так Оложили Ну Мы мясоеды Ну извините Извините Так Ну что ж Не хочется просто На этой непозитивной Нотке заканчивать Давайте что-нибудь Хорошее Вот Как давно Вы читаете Таро Спрашивает Вия Контроме Контроме Правильно Вия Красивое имя Такое Вия Обалдеть Вообще Вия Супер Вообще Несколько лет Читаю Ну я вам хочу сказать Вот так На публику Для ютуба Читаю С началом войны Потому что В принципе Занималась только Для друзей Там для подруг Ну для знакомых Там по просьбе Для себя В принципе Я начинала Я начинала заниматься Таро Сугубо Для себя Для своих Внутренних Целей Каких-то Душевных Своих порывов Духовных Своих потребностей Постепенно Еще кому-то Это понадобилось И стала Приносить пользу А с началом Войны Ну Видите Вот Как получилось Получилось Как получилось Такая история Так Вот Тоже Не хотела Не хотела Я уже Видите Хотела верни Закончить И тут хороший вопрос Вот на нем Мы и закончим Наташа Раз мы вас смотрим Хотим знать Где ваш супруг Уж простите За наглость Но как-то любопытно У вас все так устроено Хорошо Что не заметить Мужскую руку Нельзя Так вот Я говорила Что я рассказывала Об этом Да Шестой год Я нахожусь В разводе У меня было Два брака Общая сложность 20 лет Стаж Семейной жизни Поэтому Уже достаточно Долго Мы с Анютой Проживаем Вдвоем И все Что в моем доме Вас радует В принципе Это По большей части Благодаря нам Сане Вот Я не вижу Проблемы Кстати Вы знаете Мы очень зачастую Живем стереотипами Вот мы считаем Я тоже так считала Частный дом Как без мужчины Да слушайте Нормально без мужчины Ну какая проблема Что значит без мужчины Ну Есть наемные Рабочие Правильно Какая проблема Это не проблема На самом деле Проблема у нас в головах И в наших Каких-то стереотипных Мнениях Впечатлениях Знаете Ой В общем Это отдельное видео Когда-нибудь Я сделаю видео На эту тему Знаете Когда девочки Боятся развода И считают Как они Они не справятся Сами Или там Они останутся Сами Или вот это вот Куча всяких проблем Психологических Я конечно не психолог Но эта тема интересна В принципе Тут есть о чем поговорить И я думаю Я смогу Многих женщин Поддержать Скажем В их непростом Решении Да И может быть Каких-то там Терзания Потому что Я прошла этот путь И тоже Я прошла его Начиная от страха И сомнений И заканчивая Полной уверенностью Что Слушай Ну ты все правильно Сделала В конце концов Знаете Не было бы Счастья Да несчастье Помогло Поэтому Тут есть о чем Поговорить Вот А свой дом Я содержу сама Ращу дочку Содержу дом Питомник Помогаю родителям Они мне помогают Как вы видели Да сегодня То есть мы живем Вот такой нашей Дружной семьей Слава Богу Справляемся Вот С Божьей помощью Вот Ну А сказать Что мужской руки Нет в моем доме Она есть конечно Но она оплачивается Мною И все Нет проблем Вот так Ну вот на этом Давайте мы И закончим Наш сегодняшний близ Поговорили о разном Я обещаю Что я посмотрю Что с этим шмыгалем Напишите мне Кстати в комментариях Чтобы я не мучилась И возможно Я еще раз Спокойно Без камеры Посмотрю Славянск И возможно Что-то там поменяется Потому что Мне карты напрягли Неприятные карты Ну вот такая история Моя короче Такая история Мы с вами Подзадержались Люблю Целую Жду в гости Приходите Всегда Ваш Заводчик Орги Воплощение мечты Жду в гости Продолжение следует